МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Здравствуйте, Андрей. Андрей у нас уже бывал здесь в студии. Это представители славного нашего города Петродворец. Ну, это часть города Санкт-Петербурга, но, тем не менее, это все равно город с большой историей, с долгой. И, кроме того, еще один из постоянных участников второго фестиваля, но все-таки постоянный участник, это Антон Огрызков, сообщество «Рокеры Питер». Правильно все сказала? Все верно. Да. Ну, давайте тогда вначале, наверное, поговорим о том, что вы приехали оба сегодня на мотоциклах, наконец-то. Настал сезон уже такой, несмотря на то, что прохладно, поэтому, в общем-то, и все, что вы здесь видите в студии, уже они в жилетках уже не просто так покрасоваться, а потому что уже сезон начался, они в них катаются, даже с голыми руками, как я понимаю. Ну, давайте начнем все-таки о фестивале говорить. Фестиваль «Добророк». Мы немножко в прошлом нашем интервью затрагивали эту тему, но давайте сначала, так, как будто нас никто не слышал и не помнит об этом, что за фестиваль, в честь чего, о чем, как, где, когда, что, где, когда, в общем. Ну, смотрите, сегодня у нас вообще праздник, День защиты детей или День защиты от детей, не знаю, кому как больше нравится. Да. Вот. И, собственно, фестиваль «Добророк», он приурочен к Дню защиты детей. Вот. Изначально эта идея появилась у меня, как у организатора этого фестиваля. Вот. Когда я занимаюсь благотворительностью, приехал на мотоцикле в детский дом, по совершенно не мотоциклетным делам. Вот. И увидел живой интерес ребят к технике. В следующий раз я уже приехал вдвоем с другом. Мы покатали ребят, всем очень понравилось. Вот. Но беда в том, что детей в детских домах очень много. Вот. Тот детский дом, который мы планируем посетить, там нас ждет две сотни воспитанников в этом году. И все хотят покататься. И все хотят кататься, да. Вдвоем это очень долго. Что же делать, да. Вот. И так родилась идея фестиваля «Добророк», в основании которого мы собираем колонну мотоциклистов. Вот. Едем в детский дом, катаем ребят. И после этого уже едем на стадион, где проходит концертная программа фестиваля. То есть это не просто так попьянствовать, встреча с друзьями, обняться. Но это, конечно, тоже можно, наверное, после всего этого, после того, как доброе дело сделаете. А для начала нужно все-таки дело сделать такое, да. Ну да. Это уже, наверное, в режиме автопати. После мероприятия, если на него останутся силы. Мероприятие само позиционируется у нас как семейное. Проводит его местная администрация города Петергоф. Я сегодня как бы в двух лицах присутствую. С одной стороны, как член клуба The Hooligans MC, проспект. А с другой стороны, как представитель администрации Петергоф, как организатор этого мероприятия. В этом году у нас два основных партнера. Это, как уже было сказано, мотосообщество «Рокер и Питер». Ребята второй год уже поддерживают наш фестиваль. Я им очень за это благодарен. И мото-клуб The Hooligans MC в этом году впервые участвующий в качестве генерального партнера в нашем событии. Слушайте, а наберется ли достаточное количество мотоциклов для того, чтобы всех желающих прокатить? Потому что, может быть, их будет еще и больше в этом сезоне, в этом году. Я точно знаю, сколько будет детей, а сколько будет мотоциклов, посмотрим. Учитывая увеличение двукратное генеральных партнеров, я думаю, что соберем. Как думаешь, Антон, соберем и людей? Конечно. Ну, если что, придется работать во много сменно тогда, во много сменно. Значит, у каруселя будет много кругов. Да. А обычно как это вообще происходит? Детям что-то надевают, шлем там или как это вообще? Конечно. Обычно это происходит на территории, собственно, интерната. Там большая прилегающая территория, большие корпуса. Мотоциклы перемещаются на минимальной скорости. Как правило, катают ребята с большими тяжелыми мотоциклами. Это круизеры и мотоциклы с коляской, трайки. Ну, то есть, то, на чем можно устойчиво, спокойно сесть. Скорость минимальная, почти что пешеходная. Ну, и на детях шлем. То есть, на спортивном вряд ли прокатить маленького ребеночка. Обычно спорты просто приезжают, они очень красивые, они встают в красивую шеренгу, стоят. На них все любуются, фотографируются. Ну, катать там, конечно, детей, особенно с ограниченными возможностями здоровья, небезопасно. А дети такие все-таки, да? Или разные дети? Первый интернат – это интернат именно для детей с отпадениями в здоровье, с нарушениями ментальными в том числе. Вот, поэтому там, да, там особые дети. Удаётся ли найти с ними общий язык, вот, если бы не мотоцикл? Хотя, наверное, вот мотоцикл – это такая основная связующая ниточка, мне кажется, или нет? Слушайте, ну, у меня на эту тему есть два таких опыта. Первая история, когда я катал мальчика полностью сохранного ментально, но без зрения, он ничего не видит полностью. И в процессе поездки он попросил меня остановиться, вот, и осмотреть мотоцикл руками, чтобы понять, на чём же он, собственно говоря, ездит. Вот, мы остановились, он очень долго его ощупывал, вот, и ушёл, так сказать, с большой-большой радостью. Получил представление. Да, он понял, я ему описал словами, как там нарисованы огонёчки на бензобаке, что как, и, ну, для меня и для него это был очень такой интересный опыт, вот. Ну, а с другой стороны, когда сзади сидит человек, которому от природы из-за болезни сложно выражать эмоции привычным для нас образом, то ты вот сидишь и всем за грифком пытаешься понять, что же там сзади происходит. Я, например, просто одно зеркальце заднее настраиваю на лицо пассажира, вот, чтобы считывать эмоции, смотреть, не страшно ли всё ли в порядке. Ну, и как? Как правило, сзади начинает раздаваться заливистый детский хохот, над которым не властны никакие болезни, никакие горести, и ты понимаешь, что, ну, ради этого мы сюда и приехали. Ради вот этого детского смеха, который преодолевает всё. Ну, может быть, есть какие-то дети, которые дичатся или боятся сесть на мотоцикл, такие ведь тоже, наверное, случаи бывают. Слушай, я не помню, у нас были такие дети? Что-то вот ни разу такого не было, чтобы кто-то такого вообще нет, мы не хотели. А ворот, ажиотаж всегда. Да. Её по второму-третьему разу просят прокатить. И мальчики, и девочки. Да, и мальчики, и девочки. Мы заранее предупреждаем через педагогов и воспитателей про форму одежды, что нужно надеть там штаны плотные. Да, и потеплее как-то. Потеплее, тем более сейчас погода нас не очень радует. Вот, поэтому они все готовятся, все очень ждут. Мне присылают рисунки с интерната. У вас, кстати, тоже рисовали. Вот, а это, говорит, рокеры. Вот, потом передам. Особые люди. Да, это вообще классные ребята. Они очень запоминаются. У них не так много поводов для радости какой-то такой эмоциональной. Потому что вот обычно спрашивают, типа, что нужно привезти в интернат. В интернате, как правило, с материальной точки зрения всё есть. И, слава богу, сейчас с этим гораздо лучше, чем было когда-то. Им нужны эмоции. Эмоции, общение, живое общение с обычными людьми. Это то, чего им не хватает. И то, что мы стараемся им как-то дать. Ну, внимание, конечно, тоже, как любому человеку. Независимо от состояния здоровья, возраста. Я вот знаю, что это же история такая обоюдная. Потому что и мотоциклисты, которые приезжают на эту акцию, тоже уезжают уже немножечко другими. Я помню, что делился впечатлением. Ну, хорошо. Тогда я вот у Антона и спрошу. А вот зачем вам это? Ну, вот в хорошем смысле слова, конечно. Не то, что так, зачем вам всё это. А вот просто зачем вам это? Мы заряжаемся какими-то дополнительными позитивными эмоциями. Как мы дарим хорошее настроение, хорошие эмоции. Также мы их получаем от детей. Улыбки их, их хорошее настроение, расположение. Всем, ну, в буквальном смысле заряжаешься этим. У вас какое-то есть воспоминание о каком-то из детей? Как они реагировали? Вот те, кого вам удалось прокатить? Ну, удалось уже много кого прокатить. Конкретно никого выделить не могу. Но от многих детей я слышу, что у кого-то зарождается мечта. Я вырасту, я тоже хочу мотоцикл. Я хочу пойти отучиться на права. Хочу ездить на белом, на чёрном мотоцикле. И когда приезжаешь уже повторно, они уже говорят, если изначально мотоцикл не был как-то указан, уже какие-то марки мотоциклов называют. Уже какая-то конкретика появляется. Слушайте, а вообще, кстати, вот вы говорили, Андрей, что в основном это такие устойчивые, удобные мотоциклы. Если, например, там человек на спортивном мотоцикле просто горит чем-то помочь и что-то сделать, то бывают какие-то исключения? Или всё-таки какой-то технический контроль там, или я не знаю, как это вообще происходит? Отбор мотоциклистов, которые могут в этом принять участие? Ну, прежде всего, да, когда мы собираемся на площадке в Стрельне, сбор будет происходить там с 11 до 12 часов. А конкретизируете, это Макаровская улица? Да, это там, где проходит занятие по Джимхане. Её знают, как правило, все мотоциклисты. Большая парковка. Прямо по дороге в Петерковском шоссе. Если там что-то происходит, мимо проехать невозможно. Да, да. Там собираемся мы с 11 до 12, там же будет инструктаж. Мы расскажем мотоциклистам, которые с нами не ездили в прошлом году, что их ждёт. Вот, какие нюансы и сложности есть, да, когда ты приезжаешь в детский дом, когда ты приезжаешь к детям-инвалидам. А какие нюансы и сложности? Ну, слушайте, люди, которые по роду своей деятельности не часто сталкиваются с детьми-инвалидами, вот, испытывают иногда некоторое эмоциональное стеснение, когда ты видишь. Они по-другому реагируют, они по-другому. Они могут начать вскрикивать что-то спонтанно для человека со здоровой психикой, скажем так. Вот, и, ну, это может с непривычки пугать даже немножечко людей. Да, мы поэтому рассказываем и готовим людей к тому, что вы не пугаетесь. Они, многие выражают свою радость не так, как нам привычно видеть. Но, тем не менее, они рады нам. Есть ребята по поводу спортивных мотоциклов. На самом деле всё зависит от водителя и от пассажира. Потому что у ребят тоже есть разные. Есть те, которых можно посадить только на трайк. Ну, тут без вариантов. Они просто не сядут никуда больше по своим физическим характеристикам. Есть ребята, которые совершенно спокойно сядут на спорт. Сзади это взрослые ребята, там по 16-17 лет, которые физически находятся в хорошей форме. Ну, просто имеется какой-то ряд ментальных нарушений. Вот. И их можно на спорте спокойненько, аккуратненько. Естественно. Не откручиваясь до предела. Прокатить его по территории. Поэтому мы рады всем. То есть, независимо от состояния ребёнка, реагируют всё равно все примерно одинаково. Слушайте, ну, это всегда радость. Или бывают какие-то исключения. Так, я уже занимаюсь подобными акциями ещё до Добророка, уже лет 6 или 7. У меня ещё не было случаев, чтобы кто-то плакал, расстраивался, напугался. Обычно всегда задаёшь контрольные вопросы, когда сажаешь ребёнка. Ты спрашиваешь, что хорошо? Он говорит, да, хорошо. Нравится? Нравится. Поехали. Медленнее, быстрее чуть-чуть. То есть, ты позволяешь пассажиру немножечко контролировать процесс в рамках его готовности. Итак, фестиваль Добророк, который пройдёт на этой неделе в ближайшую субботу. Какое-то число, кстати, будет. 3 июня. Каждый год. Второй год подряд уже, будем надеяться, и дальше будет проходить. Здесь фестиваль не просто выпить, закусить, встретиться, обняться, потанцевать и глупостей понаделать, а сделать хорошее доброе дело покатать детей из детского дома на мотоцикле, независимо от погоды. Вот вы, Андрей, так хорошо сказали, что рокеры и хулиганцы точно будут, а все остальные участники тут, увы, к сожалению, многое зависит действительно от погоды, которые в этом году не шепчут нам в начале лета. Но, тем не менее, вы продолжаете приглашать всё-таки других мотоциклистов, которые, возможно, сейчас слушают нас и тоже захотят принять участие, да? Да, мероприятие у нас позиционируется как открытое для участия, поэтому мы приглашаем всех, кто готов к нам присоединиться. Собираться мы будем в Стрельне, как уже было сказано. То есть какой-то предварительной записи нету, ни регистрации? Нет, не надо никакой записи, регистрации нужен просто исправленный, заправленный мотоцикл. Желание принести добро, покатать детей и принять участие в нашем мероприятии. И с 11 до 12 часов в Стрельне напротив ленты, большая парковка. Ну, там по флагам нас будет легко очень увидеть, я думаю, что и по количеству. И по количеству, мимо не проедут. Да, там сбор, там происходит сбор в течение часа. Есть сбор, оттуда мы колонной едем в школу-интернат, ой, просто в интернат. С красным зорем перепутал. В интернат номер один. В интернат номер один. Это дворце, а где он там находится? Это на Ропшинском шоссе. Вообще у нас в ВКонтакте есть группа, называется она Добророк. И там последний пост на стене, это как раз информация для мотоциклистов. Там даны координаты, куда собираемся, где сбор, если опоздали, куда подъезжать. Там мы два часа приблизительно будем катать детей. После этого колонна оттуда поедет тоже в Петергоф, но уже на этот раз в Старый Петергоф, на стадион, собственный проспект 24, где будет концертная программа, стандрайдинг, еда, отдых, общение. И вот все то, что вы сказали до того, как... Надо всякие безобразия. Всяческие байкерские хулиганства, да, и безобразия. Музыка какая там будет? Музыка будет, ну, конечно же, бальная. Стобальная. Стобальная. Ну, конечно же, рок-музыка. У нас Добророк, да? Первая часть про добро, а вторая часть про рок. А кто принимает участие? Как вы находитесь эти коллективы? У нас изначально мы ориентировались на такие местные петергофские небольшие коллективы, но в этом году мы решили расширить географию. И у нас повысился уровень профессионализма выступающих, количество выступающих возросло. В этом году это такие... Именитых имен у нас там пока нет, хотя мы открыты для сотрудничества. Если вдруг кто-то захочет присоединиться к нашему проекту, почему бы и нет. Сейчас у нас там коллектив Средь Серых Стен, группа музыкальная. Уже второй год ребята у нас участвуют. Бир-рок, What Zeppelin, ребята, играющие кавера, известные группы. И как же ребята там? А, My Story. Разноплановые коллективы. Кто-то играет такой классический рок времен его рассвета. Есть более такие нью-роковые молодежные коллективы. Мы старались, чтобы было интересно всем. Потому что у нас приходят и такие олдовые динозавры, любители рока. И те, кому нравятся кавера на русские песни. Чтобы всем было, что послушать. И все-таки я каждому из вас и всем другим гостям нашей студии задаю вопрос. Почему именно байкеры такие активисты? Почему именно им всегда больше всех надо? Почему они всегда хотят что-то хорошее сделать? Как-то память, что ли, о себе оставить? Как это вообще? Почему? Не любим сидеть, стоять на одном месте. Всегда нужно движение. Всегда нужно заряжаться эмоциями. Нужен адреналин. И, наверное, все это как-то вместе на что-то подталкивает. Рождаются какие-то идеи. Многие идеи рождаются спонтанно. Но потом выливают в такие довольно-таки интересные мероприятия и события. Ну, смотри, мне кажется, что, дополню, человек, который ездит на мотоцикле, он уже априори чуть активнее, чем среднестатистический обыватель, потому что он решил, что это его дорога, мотоцикл, риски, связанные с этим. А все остальное, сопутствующая активность, она рядом получается всегда. Ну, и плюс байкеры – это сильные люди. А сильные люди, как правило, добрые. Скажите тогда вот еще несколько таких вопросов личных. Во-первых, как поживают рокеры Питера? Мы вроде как будто недавно встречались, но, мне кажется, уже и не так. Недавно время быстро летит. Что у вас интересного происходило и что вы планируете на ближайшее время? На ближайшее время будут внутренние мероприятия, будут поездки. И если забежать в какое-то такое еще ближайшее будущее, будет тоже, у нас и летний экватор будет, и будет много чего интересного. Вы же всегда всех приглашаете тоже присоединиться к вашим катаниям? Конечно. Живем активно, растем, развиваемся, не сидим на месте. Андрей, а как поживает Гатчина хулиган с МСИ? Да, как всегда, лучше всех. Гатчина поживает замечательно, чудесный город. Тоже много планов, много мероприятий. А вы не Гатчина? Гатчина. Гатчина, да, да. В Петродворцовом районе нет на сегодняшний день отделения клуба за хулиган с МСИ, поэтому я живу в Петергофе, а в отделении состою в Гатчинском. Запутанная история такая. Ну, пока так, да. Сегодняшний день так. Что-нибудь тоже планируете? У вас же тоже какие-то бывают свои клубные, общеклубные или какие-то именно отделения? Слушайте, у нас масса всего, очень много разных выездов, мероприятий. В этом году самое большое такое по протяженности это путешествие с Владивостока в Выборг. А вы тоже хотите принять? Ну, лично я боюсь, что в этом году не смогу, но из клуба многие едут. Ну, я знаю, что хулиганцы вообще, по-моему, одни из первых откликнулись на это дело. И чуть ли не там 200 человек собрались все колонны ехать. Так что, да. Я все думаю, интересно, где они будут размещаться в каких-нибудь маленьких остановочных пунктах. Захватывать полностью, видимо, все существующие отели. Ну, и у отделения тоже много разных планов. Я надеюсь, что все они успешно осуществятся. Хорошо. Вот лично для вас как этот сезон складывается? Лично для меня этот сезон складывается пока холодно. Как и для всех мотоциклистов, я думаю, что все-таки хотелось бы чуть-чуть потеплее. Сегодня 1 июня у нас, первый день лета, а что-то как-то погода совсем не летняя. Да, я уже в сапогах и в теплом пальто сегодня. Вот, поэтому, ну, а так, складывается, ездим. Хотелось бы больше, конечно, но очень много проектов, очень много работы. Поэтому не всегда получается кататься столько, сколько хочется кататься. Скажите, а вот другие фестивали, которые такие вот довольно известные, как проходят в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Выборк, Ралли. Балтик, Ралли. Балтик, Ралли, да. Хост, Байкфест, Штоль, опять-таки, вот, насколько интересны Вам эти все мероприятия или все по-разному? Они все довольно-таки интересны, но все-таки у нас 7 дней в неделю, 24 часа в сутках. И поэтому иногда хочется и отдохнуть самому, но по возможности, ну, лично я всегда рад посетить, но дефицит времени. Надо работать еще иногда. Ну, понятно, понятно, да. На Балтик, Ралли, я надеюсь, доехать в этом году в Выборг. Не уверен, что с Владивостока, но какую-то часть маршрута проехать бы очень хотелось бы. Я тоже не очень себе хорошо представляю, как это будет. Ну, в принципе, один из членов МОТО-радио Олег Капкаев сделал это, причем зимой. Ну, только телелетом тоже проще будет. Практически летом, да. Итак, 3 июня в субботу в Санкт-Петербурге, в Петродворце. Начало, кстати, в Стрельне, но это рядом для тех, кто не в курсе. Может быть, кто-то приедет из Владивостока, конечно, примчится там за эти дни к нам, принять участие. В фестивале Добророг, который пройдет в этом году не просто байк-фестиваль, а действительно фестиваль добрых дел. Правильно я все говорю? Все правильно. В принципе, Стрельне – это тоже Петродворцовый район, так что оно все рядышком. Действительно добрых дел, действительно, соберемся, поедем в детский дом. Очень часто спрашивают, можно ли что-то привезти в подарок детям. В этом году детский дом просил привезти раскраски, фломастеры, карандаши. Поэтому, если кто-то вдруг захочет, можно привезти и общий пакет сложить на точке старта. Ну и будут какие-то подарки от генеральных партнеров нашего мероприятия. Они уже закоплены. У нас тоже. Тоже какие-то для детей именно вещи полезные? То, что обычно мы с детским домом скоординируемся, уточняем, что можно, что нужно, и уже там, соответственно, собираем, везем. Скажите, а если кто-то не на мотоцикле и хочет принять участие в Дне Добрых Дел в фестивале Добророг, это допустимо? Ну, в мотопробеге без мотоцикла участвовать будет сложно. Ну да. Наверное, все-таки. Но можно приехать либо на концертную фестивальную часть, которая на стадионе. Там вход свободный, в принципе, для всех желающих. Там будет много жителей Петергофа, которые вообще без техники приедут и придут на наши мероприятия. Мы туда же приглашаем воспитанников Центра социальной помощи семье и детям, ребятишек, на стадионную часть. Ну, либо, если хочется как-то участвовать, можно приехать, в принципе, на точку сбора мотоколомны, привезти там те же раскраски, еще что-то. Тут тоже не возбраняется. В нашей группе Добророг есть пост на стене, где расписан почасовый план, где мы когда будем, даны координаты, и указан мой номер телефона. Так что уточняющие вопросы можно задать непосредственно мне. Это говорит Андрей Сапожников. И если кто-то сейчас смотрит видеотрансляцию ВКонтакте, то в анонсе сегодняшнего эфира там как раз есть такая активная ссылка на его профиль для того, чтобы проще было найти Добророг, наверное, и все остальное. Да. Андрей, у меня тогда еще вопрос к вам такой, вот как к представителю города Петродворца. Что интересного ближайшим летом, кроме огромного наплыва туристов, бешеных очередей, столпотворений вокруг основных достопримечательностей, что еще интересного будет в этом году в Петродворце, в Петродворцовом районе? Ну, в городе Петергоф будет традиционный день города. День города в этом году это 8 июля. Будут большие праздничные гуляния, концерт, исторический фестиваль. Вот, я являюсь его организатором в исторической части. Там будет красочная баталия на пруду, вот, всякие концерты старинной музыки от Средневековья до, там, 18 века. Много всяких других интересных активностей. Это 8 июля. Ну, опять же, все лето работают фонтаны, но это мне уже рекламировать, наверное, не надо, о них и так все знают. Лучше наоборот, сказать, что они не работают, но их не надо. В Петергофе есть не только фонтаны, друзья мои, там много всего интересного. А что там еще, кстати, есть? В Петергофе есть... Пышечная? Да? Ну, нет, ну, наверное, есть, я не знаю, не могу рекламировать пышечную. Я бы не была. Хорошо, значит, точно есть. Ну, в Петергофе когда-то была школа военных мотоциклистов при царе. Одно из самых первых мест, где в Санкт-Петербурге учили ездить на Харлеях и Индиям еще до революции. Вот, опять же, пишите мне, проведу экскурсию, все покажу, расскажу, что не знаю, совру. Хорошо, ну что ж, тогда спасибо вам за то, что пришли. Давайте еще раз напомним. 3 июня, суббота, фестиваль Добрый Рок в Петродворце, сбор на парковке напротив ленты, Стрельно. Это разве напротив ленты? Да, на парковке Макаровка. Макаровка, да. Все мотоциклисты ее знают, где проходит Джимхана. То есть, если ехать из города, это по правой стороне как раз. Очень удобно. Заезжайте, и там можно заняться Джимханой и присоединиться к мотоколонне. С 11 до 12 мы там собираемся, инструктируемся и выстраиваем колонны. Желаю вам хорошей погоды, прежде всего. Спасибо. И чтобы много мотоциклистов приняло в этом году участие еще в этом замечательном мероприятии. Напомню, что сегодня у нас в студии был Андрей Сапожников, фестиваль Добророк, проспект Хулиган Семси Гатчина, Антон Огрызков. Как с вами удобно, я правда не вижу ничего, но я знаю, что у вас на нашу сына всегда. Антон Огрызков, сообщество Мото Питер, президент. Рокер и Питер. А я как сказала, да. Ну да, в общем, Рокер и Питер. Спасибо, приходите еще, всего вам доброго и до встречи в эфире. Вам спасибо. До свидания.